Всем большой-большой привет! Сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать одежду для басиков, покажу самый простой вариант из всех возможных. Сегодня мы будем делать трусы, носки, шапку, футболку, шорты и комбинезон. И для этого понадобятся только ваши ненужные трусы и носки, и немножечко усидчивости. Давайте уже скорее мастерить. Моделями сегодня у нас будут работать Лили и Миша. Я конфеты. И первое, что мы сделаем, это трусы. У Миши уже что-то подобное есть, так как скоро зима, поэтому у него трусы на высокой талии. И поэтому сейчас мы будем делать трусы для Лили, так как у нее их вообще нет. И это не дело. Выворачиваем наши трусы на изнаночную сторону и отмеряем размеры нашего малыша. Мы должны сделать с вами три отметки здесь, здесь и здесь. Вот что у меня получилось. И теперь нам нужно обрезать ненужные части. То есть мы отрезаем вот здесь, вот здесь и также вот здесь. Теперь отрезаем торчащие части, то есть вот здесь вот отрезаем и вот здесь. Ну а теперь, конечно же, остается зашить. Зашивать нужно с изнаночной стороны. Зашиваем мы с этой стороны и с этой. Чуть не забыла. Здесь тоже нужно нам сшить. И вот такие вот милые трусики у нас получились. И не забываем сзади прорезать дырочку для хвоста. Теперь мы будем делать носочки для нашего басика. Для этого берем носок. Все логично, да? Трусы делаем, берем трусы. Делаем носки, берем носок. И выворачиваем его наизнанку. Сейчас нам нужно будет обрезать вот эту вот часть. Теперь наша цель разрезать напополам. У нас получились такие две равные части. Со стороны резинок басик будет просовывать свои лапки. Поэтому с этой стороны углы нужно обрезать. Ну и теперь, понятное дело, нам нужно вот здесь вот зашить. И опять же напоминаю, шьем мы с изнаночной стороны. Вот такие вот модные носочки у нас получились. Теперь мишеные лапки будут в тепле. Из второго такого носка можно сделать шапку. Мы будем использовать тоже эту часть. Для этого опять выворачиваем носок на изнаночную сторону. И примеряем будущую шапку на голову нашему басику. Я хочу Миши сделать шапочку как берет. Поэтому отступлю от головы примерно вот столько вот места. Так же, как и носка, шапке нужно будет придать округлую форму. Поэтому я обрезаю углы. Ну и теперь остается сшить вот здесь и все. Я уже зашила. И вот такая вот шапка у меня получилась. Здесь, кстати, для красоты можно добавить, например, какую-нибудь пуговочку. Далее я взяла вот такой вот носок. И сейчас из него мы будем вместе с вами делать футболку. Не забываем, что нужно выворачивать наизнанку. Почему я все время об этом вам говорю? Потому что это моя больная тема. Я очень часто забывала вывернуть наизнанку. И за счет этого у меня не получалась одежда. Ее нужно было постоянно перешивать. И меня это жутко раздражало. Поэтому учитесь на моих ошибках. Теперь берем нашего малыша и очерчиваем его границы. Желательно, кстати, это делать не ручкой, а специальным мелком для одежды. Но у меня мелка нет, поэтому использую ручку. Вот такой вот набросок у меня получился. Так как здесь пятка, то идет расширение. И сейчас нужно ножницами будет это выровнять. То есть мы сейчас просто здесь пока что вырезаем с двух сторон. Вот это самое расширение, о котором я вам говорила. Чтобы выровнять, нам нужно просто отрезать вот эту вот часть. Чтобы убрать это, мы складываем вдвое нашу футболочку. Когда мы сложили, видим, что вот эта вот часть у нас лишняя. Поэтому ее ножницами отрезаем. Когда мы это сделали, нам нужно будет обрезать вот эту вот часть. Теперь нам нужно будет вырезать дугу. Я ее нарисовала, чтобы вам было видно, где нужно вырезать. Только мы трогаем верхнюю часть, а заднюю, то есть вот эту вот, мы оставляем в покое. Ну и теперь остается только зашить. Зашиваем вот здесь, вот с этой стороны. И вот так вот с этой стороны. И вот так вот выглядит футболка. Выглядит, конечно, не очень интересно. Поэтому для футболки лучше использовать какой-нибудь цветной носок. Но у меня такого не было, и пришлось использовать что есть. Если у вас тоже нет носка с рисунками, а есть что-то по типу моего, то можно вырезать рисунок с другой ткани и перенести его сюда. То есть пришить. Нам также понадобится второй носок, потому что сейчас мы будем делать шорты. Вывернули на изнаночную сторону носок, и теперь смотрим по размерам. Так как это шорты, они не должны быть слишком длинными, именно поэтому я поставила здесь две отметки. Теперь нам нужно обрезать. Отмеряем на глаз две равные части, и здесь рисуем такую вот полосочку. Теперь нужно будет по ней сделать надрез. Теперь от нас требуется только лишь шить. Вот здесь вот. Немного времени, и шорты готовы. Остается только вырезать дырочку для хвоста. Ну и теперь остается сделать только комбинезон. Его тоже очень просто делать из носка. Не забываем, да-да-да. У меня носок полностью под размер басика, поэтому остается только поставить отметку здесь. Далее снимаем носок с нашего басика, и ножницами прорезаем до этой отметки. Также нужно в порядок привести вот эти вот части, поэтому мы их вырезаем. Ну и теперь будем зашивать. Нам нужно зашить вот так. Не забывайте менять также цвет ниток под цвет своей ткани, потому что черный носок и белая нитка не сочетаются со всем. Я уже зашила, и Михаил у нас в коконе. Теперь нужно прорезать дырочки для лапок. Вот такой вот простой комбинезон у нас получился. Опять же скажу, что нужно брать лучше цветные носки, потому что они будут смотреться интереснее. Ну вот и все. На этом было все. Модельки мои уже устали. Творите, мечтайте и создавайте. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok